Здорово, ребята. Ну что ж, вот. Последний ролик по большой пляжной волне. На бесконечном режиме дальше небольшой перерыв будет. В плане мы что-то другое поиграем, потом вернёмся снова. Выбор у меня был такой, я, наверное, виноград всё-таки возьму. Потому что, ну, можно, конечно, взять и... И ведьму вот эту. Она тоже неплохая. Но виноград, блин, это лучший... Просто лучший вариант взорвать всё. Ну хотя и ведьма неплохая, она там прям всех превращает. И я давно её не показывал вам. Наверное, я ведьму возьму. Чисто для вас я возьму ведьму. Если бы я играл один, для себя я бы взял виноград. Пишите, что бы вы взяли. Ну, короче, для вас беру ведьму. Погнали. Это у нас какой? 9-10 уровень где-то. Так мы сейчас примерно по ощущениям, я не помню. Так, значит, взрыв берём. Хлыст берём. Электричество берём. Это берём. Это берём. Это берём. Всё, погнали. Ой, там будет этот... Рыбак будет. Не люблю их. Рыбаков-то этих. Ну, я думаю, что мы будем к нему готовы уже пока он выйдет. Он же сейчас не будет, я думаю, в ближе к концу. Или в середине уровня. Тут две большие волны. Вот на первой волне большой может появиться первый рыбак. К этой волне нам надо уже нормально тут состроить всё, чтобы он нас не беспокоил. Ну чё, ведьму сейчас поставлю и в гриб превращу его. Наверное. Давайте. Ставлю. Готово. И этого. Отлично. Сейчас много грибов, кстати, будет. И получается, рыбак выйдет, он будет грибы в воду сбрасывать. И это очень хорошо. Хорошая стратегия получилась у нас против рыбака. Таким способом. Я, кстати, лилии буду ставить, просто чтобы они были. Они, по сути, как стенка небольшая, тормозят зомбаков. И я считаю, это неплохо. И они стоят 25. Чё-то 25 слож. Ничего такого прям. Недорого. Всех по одному так чик-чик. И зомбаков почти нет. Никто не атакует. Никто подойти не может. Правда, перезарядка долгая у ведьмы. Это, видите. Я одну поставлю, другая долго перезаряжается. Очень долго ждать. Секунд 25, наверное, ждать приходится. Чтоб ещё одну поставить. И это при том, что третий уровень чуть быстрее всё-таки восстанавливается. Она там на 2 секунды, наверное. Но всё равно хочется побыстрее. Ну чё, эти ребята сейчас сюда попадут? Опа. Всё, грибы появились. Отлично. Класс. Ой, я не хотел так ставить ведьмы случайно. Бывает. Я же всё-таки играю на эмуляторе андроида с мышкой. И кликнул не туда, потому что мышка, курсор мышки такой маленький. У вас вообще не видно? Я убрал, чтобы на видео не было. Ну вообще, курсор прям бесит. То, что он маленький. Это надо в винде просто больше ставить. Я просто не хочу ради этого ставить в винде большой курсор и каждый раз менять это. Ну, как-нибудь всё-таки придумаю другое, может. С этим всем делом. Давайте вот крокодильчик на него. А крокодил не убил его, вы видели, да? Крокодила я поставил, но не справился крокодильчик. Кстати, много этих рыбаков что-то появилось очень прям. А взрыв там будет всех, да? Взрыв сработал, смотрите. И взрывные семена остались ещё на лилии вон. Если кто-то туда попадёт, он быстро погибнет. Ну, что-то лилии убил-то, я хотел бомбочку поставить. Ну, что за... А-а-а! Лягушка, превращать лягушку, я забыл. Когда используешь еду на ведьму, получается, лягушка. Просто в прошлый раз я использовал всегда, они в воде были, зомби, получается. Я не видел этого. Только сейчас понял, что действительно... Я думал, в гипногрипп превращает. Но нет, гипногрипп это другое немножко. Так, ну что, вот какой у нас выбор. Двойной грахомёт. Тыква. И с будущего стенка, как голограмма. И это, кстати, костюм. А костюм это с этих... Вот откуда этот костюм? Это же с этих... Охотники за привидениями. Это уж у них такая тема была. Ногой нажимаешь, там, типа, ловушка для них. Блин, я только сейчас заметил. Потому что раньше здесь не отображались скины. Вот когда выбираешь, реально сейчас видно, вот хоть скин. Близко так можно замечать, что нарисовано. Ну, как бы не в игре, а вот здесь вот это нарисовано. Прикольно. Ну что, наверное, я бы в стенку взял, потому что она лучше, чем обычная. И хоть обычная четвёртого уровня, как бы эта стенка её... Её если уничтожат, она появится через секунд, там, 20-30, снова стенка будет готова. Но у неё меньше здоровья, чем у обычной стенки, например. То есть, как-то так. Есть плюсы, есть минусы, но пофиг. Так, ну что, здесь мы что-то другое придумаем. А, Лили не взял, она говорит, что ты без Лили будешь играть? Ну да, нормально тут без Лили. Ну что, вот видите, 5 клеток по 5. 25 у меня вариантов поставить. 25 растений могу поставить. Видите, 5 на 5, всё правильно. А там ещё есть 4 на 5, ещё 20 клеток там на воде. Ну и мне этого хватит, короче. Не буду я ничего делать. Поставим сразу огненный хлыст, он буквально пиу-пиу, и всё. И этот зомбак даже укусить, наверное, не успеет Лили. Давайте смотреть. Да, вроде не успел. Может быть он как бы укусил, но просто звук ещё не раздался. Такое тоже может быть. Как бы он уже начал процесс на 1%, например. Ну типа как у Лили сейчас не 100% здоровья, а чуть-чуть он может и грыз, и как бы. Ну это как бы без разницы на самом деле. Это так, мелочи, о чём вообще говорю. Ну это 10 уровень, кстати. Юбилейный, юбилейный уровень. Большой пляжной волны. Когда я играл давным-давно, это был самый сложный мир. Я его ненавидел. Это просто бесячие вот эти вот, бесячие зомби, которые кальмаров этих кидают, осьминогов. И бесячие, которые, рыбаки, которые постоянно стягивают. И когда на одном уровне и то, и то, это самый бесячий уровень получается. Ладно, я говорил, что без волшебниц этих буду. Вот я сейчас поставил, просто надо было быстро убить этого чувака. Не хочу ни одну Лилию потерять. Вот, короче, задача у меня такая. Отыграть так, чтобы не потерять ни одну Лилию. Сейчас посмотрим, что получится. Что же у нас получится? Ой, нет, кальмар. Нет, а кальмар быстро умирает, видите. Быстро теряет здоровье своё. Очень быстро. Я не знаю, что на него нажал, просто у меня еды было больше, чем надо. Я решил на хлыста в центре нажать. Пусть он покрутится. Типа никого не убьёт, но покрутится. Раз еда у нас халявная есть, больше, чем надо. Нормально, нормально, они швыряют. Снова от балды я кидаю. Ни на что не смотрю. Долгий уровень получился 10, самый прям большой. Реально долгий. Я думаю, в Майнкрафт как-то поиграть тоже. Какую-нибудь серию устроить. Прохождение. На одной карте своей создать сервер, да? И полностью только на нём играть. Строить там город и всё, прям всё показывать. Прям вот всё, 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 чтобы было записано на видео, как мы всё строим. Пригласить зрителей, подписчиков. Будем вместе строить. Там на человек 10-12 сервер. Не знаю, сколько там потянет сервер игроков. Все будут бегать там, строить. И что-нибудь интересное придумаем мы. Красивое место выберем. Построим там всё классно. По-моему, идея неплохая, согласитесь. Так, ну блин. Мы в прошлый раз выбрали доисторическую... Ой. Из будущего стенку. Но вот эта вот стенка, ну она просто лучшая из лучших. Просто топовая стенка. Её нельзя не взять. Это и бомба. Это получается и мина, и стенка 2 в 1. За 50 всего лишь. Это просто... Это просто бомба. Реально. В прямом и переносном смысле. Это просто бомба. Бомба. О, ещё я. Я обычную почему-то стенку взял. Я подумал, это это, которую я только что получил. Случайно. Сори. Так. Так, так. Тройной грахомёт захотел взять вместо... Вместо ведьмы этой. Немножко поменяем. Наш выбор. 11 левел. Ждём врагов. Блин, так хочется восстановить эту всё-таки газонокосилку. Ну, вы понимаете, барбекюшницу эту. Ну, блин, она не выпадает. Может быть, она выпадать будет, когда уже растение все закончится, и вместо растений будет выбор. Что-то типа золото получить. Газонокосилку открыть или ещё что-нибудь. Типа, но я не помню, как это. Возможно, так и будет. Видите, сколько ударов надо ему. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Что-то долго. Семь. Семь ударов. Что-то слабоватый он, слабоватый. По сути, как грахомёт какого-нибудь третьего уровня. Обычный грахомёт. Или четвёртого. Ну, типа, немножко лучше, чем стандартный. Но он уже сам по себе крокодил тоже третьего уровня. Поэтому непонятно, какой он будет первого уровня. Может быть, реально как грахомёт примерно. Вот раньше был более-менее баланс был. А потом, когда начали эти премиум растения всякие долбанные добавлять, баланс быстро ушёл. Уже давно баланса нет. Тут постоянно новое растение, которое сегодня или когда там последнее добавили. Оно нереально крутое. Не огненное, а которое, типа, бьёт вблизи. Ну, почти как краб, по сути. Почти как краб, но намного больше урона, я так понимаю. Или нет. Я не знаю, в чём фишка, но мне кажется, урон всё-таки выше, чем у краба. Стоимостью 75. Очень круто. Очень выгодно. Так, первая большая волна сейчас будет. Ждём мы её. Я уже готов. Тройной грахомёт установим. Снизу у нас тут, ах, какой чувачок идёт. Сверху потеряли мы крокодильчика. Дошли до туда. Снизу не потеряли, потому что я использовал бомбочку. Мы стенку так и не используем, но эти сюда поставим. Всё-таки я её взял, как бы. Она здесь не особо нужна, но кто-нибудь может и взорвётся. Рано или поздно. Может, там воду ставить? Нет. А когда нет прилива, например, можно ли поставить? Это я случайно сейчас нажал, на самом деле. Я не хотел это делать. Потратил еду в никуда. Вот сейчас, смотрите, он на бомбочку мог налететь, сразу я поставил. Но, всё-таки мы его добили раньше времени. Я на это не рассчитывал. Поставим хлыст. И здесь хлыст пусть будет. Пиум, пиум, пиум. Готово. Ну, уровень долгий, кстати, такой. Если бы все растения были у меня первого уровня, было бы сложно играть. Всё так, конечно. Ещё и премиум растений, если бы платных не было вообще, прямо было бы сложно. Ну, а так. Легкотня. Легкотня. Ну, посмотрите, как классно всё видно, так. Как всё идёт хорошо. Крокодильчики стреляют. То-сё. Класс. Просто класс. По центру предпитается. Давайте тогда по нему вот так вот. Пах! Всё. Ещё не концовка, на самом деле. Блин. Моговато их. О, сейчас хорошо взорвутся снизу, смотрите. Па! А, нет, что-то только один. До второго я не достал. Готово. Ну что ж, на этом заканчиваем мы бесконечный режим большой пляжной волны. А в следующих роликах будет что-то другое. Режимов в игре не так много, ничего особо не добавляли за всё это время, поэтому играть как-то непонятно в какой режим мне стоит. Ну, а я рад, что, надеюсь, вам понравилось. Пишите, что думаете по третьей части ПВЗ, почему она такая плохая. Если кто-то видел, можете в Google Маркете купить бесплатная игра, называется ПВЗ 3 Альфа. Но там просто ужас, просто, я не знаю, тёмные очки надо одевать, чтобы не видеть этого ужаса. Поэтому предупреждаю, если не хотите испортить своё впечатление, не запускать. Ужасная игра. На данный момент. Но она ещё не вышла, как бы, она в разработке. Но мне что-то кажется, она такая и будет, если честно. Вот реально, она такая и будет, она провалится. И, может быть, они потом подумают, зачем мы это делали. Нафига мы это делали? Можно было новые меры в эту часть добавлять, а не там. Ну, видимо, прибыль падает. Видимо, надо что-то новое делать. И денег нету на разработку. И сделали какую-то ерунду. Так что, вот такие дела. Ну что, с вами был Андромалик. Как обычно, до новых встреч. Играйте в хорошие игры. И плейлист со всеми роликами ПВЗ у меня в описании. Заходите, смотрите. Пишите комментарии. Всё. Всем пока. Увидимся. До новых встреч. Пока.